Кстати, тема национальности в последнее время часто поднимается в РФ. Россия – многонациональная страна, но в Воронеже, похоже, так не считают. Там устроили антимиграционный марш. Русские вперед! Русские вперед! Слава Руси! 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 В то же время пропагандисты размышляют о том, что их национальность притесняют и вообще, как это так, что сами дают украинцам повод их оскорблять россиянами? Что вы сказали по поводу русских, у меня есть одна короткая ремарка. Дело в том, что мы сами, мы сами виноваты в том, что появился такой термин «россиянин». Когда нужно было, значит, Ельцину какое-то слово, чтобы не обидеть татар, или я не знаю, кого он там не хотел обидеть, услужливый бурбулист предложил ему из словаря Даля вот это слово «россиянин». И с тех пор мы, русские люди, у себя в России продолжаем произносить это абсолютно невнятное прилагательство. Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! И обратите внимание, все те, кто хотят каким-то образом высказаться против русских и против России, а именно украинцы, отдельные националисты в Казахстане, в других странах бывшего СССР, они употребляют именно слово «россиянин». Они не говорят «русский». Украинцы не говорят «русские наступают». Они говорят «россиянин» наступают. Они создают в своих странах музей памяти, где вся ответственность за то, что они научились вообще держать вилку и нож, возлагается на россиян. Понимаете? Поэтому мы сами, когда употребляем слово «россиянин», мы накидываем мяч тем, кто Россию ненавидит. Но мы имеем в виду, что у нас многонациональная страна. У нас многонациональная страна, у нас есть граждане России, и, безусловно, наши братья аварцы, чеченцы, татары, башкиры все русские. Русские они, понимаете? Потому что они в России живут. Ой, что несется! Но природа не обременила русского человека мозга и способность увидеть нацизм под своим носом. Зато в Украине все плохо, и Запад загнивает. Гениально! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!